Продолжение следует... В междисциплинарной семье специалистов, которые занимаются этой проблемой на трех разных континентах. Сегодня для меня прозвучало много новой информации, поскольку эта конференция мультидисциплинарная. Мы услышали превосходные выступления неврологов, анестезиологов, физиотерапевтов и даже стоматологов о проблемах, происходящих на этих трех континентах. Так что это очень полезная мультидисциплинарная встреча. Скажите, пожалуйста, о чем следует помнить врачам, когда они сталкиваются с проблемой управления болью у пациентов с системной красной волчанкой? Такой симптом, как боль, может быть первым проявлением системной красной волчанки СКВ. Например, это может быть артрит, мигренозные головные боли, фибренозный плеврит. То есть первые клинические проявления при СКВ могут быть болезненными, и это важно учитывать, потому что каждый пациент с СКВ уникален. Очень важно, как можно раньше распознать эти симптомы и поставить правильный диагноз, поскольку необходимо раннее лечение. Каковы новые возможности для диагностики, лечения и прогноза пациентов с этим заболеванием по сравнению с последним десятилетием? Я рада, что у меня есть клинический опыт по лечению пациентов с системными аутоиммунными заболеваниями, включая СКВ в течение 30 лет. И сейчас, при условии своевременной диагностики, наши пациенты – это здоровые и красивые женщины. У нас есть новые препараты, но главное – это раннее начало лечения. Также у нас есть диагностические методы – это новые ауто-антитела. Эти ауто-антитела – маркеры прогноза заболевания. И нам нужен мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению в течение всей жизни пациента. А что это за маркеры? Можете нам в деталях рассказать? 33 года назад у нас появились важные маркеры диагностики системных заболеваний, включая антитела к фосфолипидам. Наличие антифосфолипидных антител представляет угрозу для пациента, поскольку содержит риск церебровоскулярного и периферического тромбоза, инфаркта миокарда в популяции молодых людей. Поэтому важно как можно раньше установить правильный диагноз и начать лечение в соответствии с международными протоколами. Возможно, вы знаете, ожидается ли выход каких-то новейших усовершенствованных препаратов в ближайшем будущем. К счастью, после 50 лет FDA зарегистрировала первый официальный биологический препарат «Бенлиста» или «Билимубаб» для СКВ. И это стало новой эрой в лечении всех пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани, включая СКВ. Продолжение следует...